Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 соснул в ожидании родственникам а потом я вспомнил что надо поесть и когда я захомячила одну картошинку я поняла что надо было это поесть на карту на вот так вот то не пишу хрен знает сколько этот хавчик на камеру то вдруг на телом с кисточки метод мандарины когда их покупала я думала что пять штук килограмм оказалось 6 пятерки сегодня зашла после вайберис чисто фруктов посмотреть и сыра лампер самый прикол что там был сыр с грецкими орехами ларец просроченный на несколько дней я глянула сначала на дату думаю так что-то я не догоняю что-то не того потом еще раз глянула потом поняла что он просроченный вот так себе спокойно продается в пятерке солнечном я купила груши два вида виноград три вида фейхоя мне до него рука не дотянется сливы они на сушенке лежат сыром и белого булочка я только чайник забыла поставить на принципе тут его и холодным можно мне не холодно просто у меня это видимо ну как обычно на стримах бывает холодно так как мне наш по моему форточка закрыта вообще что странно лично для меня потому что я не особо так любила всегда вот эту капусту я ее ела очень-очень мало мне там какую-нибудь пиалочку бабуся выкладывала или вообще родственники и только потому что она дофига полезная ее надо хавать в каких-то там морских путешествиях ее хавали чтоб не было сынгири и еще чего-то я ее хавала скрипя зубами скажем так а тут мне что-то так я прониклась я думала у меня этот контейнер будут и стали стать как обычно может быть не ела потому что у меня бабушка очень любила и вообще родственники вот это вот капуста квашеная потом туда подсолнечное масло и песочек и лук который репчатый это как холодный рис со сладким изюмом изюм я люблю сухой мокрый изюм я не люблю в лучшем случае изюм в какой-нибудь шоколадке и то в виде исключения изюм в булочках изюм в твараге который вот этот пасха может когда нибудь я его все-таки полюблю я что-то вспомнила как бабушкин старший брат говорил про изюм про хлеб с изюмом хлеб с тараканами я поняла что она мне напоминает эта картошка вот вы выкапываете самую свежую картошку она такая еще маленькая у нее шкурка такая что можно вместе со шкуркой схомячить ну там сварить или пожарить и вот точно даже если пожарить эту картошку со шкурками на сковородочке то по вкусу она вот такая как вареная пожаренная надо какой-нибудь кусочек хлебушка чтоб подцепить это ладно годится вот так немножко поросизма и слова поросенок я просто не знаю как и делают не делают я перво открывать меня вспомнил а у меня тут полотенечко где-то было где-то было скажем так решила словить на камеру настроение когда мне хочется пожрать на эту камеру мне застан а то хрен знает когда еще приспичит ну ты зритель если че мне это в камерах-то говорит а типа Лёля ты там сто лет не хавала на камеру я ведь тогда реально забыла что на камеру надо хавать периодически а я тут помирал когда лежала так это что-то в инстаграм шастала еще где-то лазала по телефону изловила вдохновение что хочу порисовать тенями у меня есть какие-то руберос и подобные специально для рисования на бумаге ну люди ими обычно морду лица рисуют а я по бумаге но у меня сил не было вставать с кровати выдвигать ящик и искать эти тени они в какой-то коробочке лежат хотя я не уверена возможно они лежат в пакетике ну короче они лежат в каком-то ящике в кровати там два ящика ну в общем я подумала что как-нибудь на неделе надо порисовать я даже интересную морду лица нашла я ее уже рисовала не знаю как тогда получится потому что вдохновение оно такое давно его нет у меня там все картошки-то по ходу дела я хотела конкретно так есть я заметила дарелочку картошки еще вилкой до грызаю капусту мне сейчас уже около 9 вечера ведь можно холодненького попить зритель а ты ройбов любишь я помню как-то я извращалась над ним и мамина подруга мне выдала за мое что типа это же таблица мандалеева в одной чашке хотя он ей не нравится она пьет исключительно черный чай без никто ну в смысле без всяких там травок ни зеленый ни еще какой то почему я в шарфе было как-то тут это что-то душно я открыла балкончик на маленькую щелочку ну окно в балкончике мне так все нагрелось а тут было полностью окно закрытое каптошка варилась я так все напарила окна запотели везде а потом что-то я поняла что вроде как холодно ну я короче говоря закрыла балкончик закрыла ту щелочку надела шарфик на всякий случай может у меня сегодня пожалели что я на велике ломанулась на вайберис я вообще просто не знаю сколько там этот заказ лежит привезем я вчера приехал мне сегодня пришло сообщение о том что мы вам напоминаем что у вас там заказ лежит сегодня доехал ройбуш а че я тут торможу я же могу сделать как в человеке чай оказался уже почти холодом ну чтоб не ждать пока он там нагреется я залила сюда а вот сюда то не залила ну а потом сюда заварила надо вообще уже обозревать эти чаи на днях потому что я луидзин уже пару раз заварила а он на одну заварку там положил вроде чак чука и уже от 50 грамм еще меньше осталось и кстати надо это попробовать если ты увидишь этот ролик зритель значит я выжил ну хотя тут какао масло какао тертое сахар кокосовый как это там арахис жареный темный еще раз сахар кокосовый ммм оно кусается мула прям там в этом рецепе кукарус там было по-моему 30 грамм масла 60 грамм какао ну массы а у меня 20 масла и 55 какао массы я забыла у меня пакет то на полкило и там еще кусочки были не только большие но и маленькие и по-моему столовая ложка сахара кокосового растертого пуджу в этой бошерской кофемолке ну это как основа шоколада тут он еще немножко остался не долилось не довыкопало я на алиэкспресс заказала формочку силиконовую под в виде шоколадки не знаю дойдет дойдет не дойдет ну значит не дойдет короче вот это вот удачный вариант сочетания не один к двум как там там у рецепки был изюм но это у меня изюм возможно и есть но изюм его надо было отмочить потом залить а тут получается почти с хаои у меня есть там маслина лапка липкая она не липкая она чувствует этот шоколад я такая со странностями в этом плане мне надо вытереться быстрее короче тут нету передоза масла если бы я по рецепту делала наверное ощущала бы это масло сильнее мне кажется даже на 55 грамм какао можно было чуть поменьше какао масла положить даже грамм 10 бы хватило и на одну ну вот это все столовая ложка этого сахара он же все равно не очень сладкий но не такой сладкий как свекличный или тресниковый но у него вкус своеобразный у кокосового сахара короче нормально тут как бы чувствуется как горький шоколад но при этом не настолько горький как вот чисто горький шоколад как если бы какао масло какао массу погрызли нечеток я боялась что без состава молока у меня есть сухое молоко крови и мокрое молоко козье что без молока в составе оно будет как то не очень а нечеток есть можно внезапно даже вкусно и оно даже не тает бай бай ну может у меня не настолько тепло что оно не тает я боялась что если я его из холодильника обратно не поставлю то оно у меня совсем дыхает а оно даже вот эти фигрушки устаканились и не падают я когда из формочки доставала силиконовой то оно это немножко на дне оставалось вся эта варенька думаю блин не надо было на сваренькой это делать ну по подобным пропорциям потом сделаются орешками у меня миндаль где-то лежит лесной орех по-моему есть ну есть точно лесной орех в шкурках которые я собирала вручную с этой деревни нашей с нашего дома ну все у меня возможно физиономия в шоколаде на всякий случай выдержаться надо спасибо тебе зритель за компанию можешь тоже сваять шоколадик а вообще скажи зритель ты любишь эти самые как их там блин картошку вареную в очистках а потом обжареную без очисток это нет ну и да зритель как тебе вот это окончание там такая вот мне что-то так приколол вот эта картинка значит типа подпишись на канал если тебе ролик устроил если ты еще наподписан и там вот это чавк 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 я специально записала я даже оставила это вот буду монтировать и вставлю чавк 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 чавк